Приветствую вас, Лидия. Мне, я думаю, в первую очередь, что ваши вопросы, они немножечко не туда, не в ту сторону, а могут вас двигать, в какую я бы хотел обратить ваше внимание. В первую очередь хочется сказать, что и в начале конфликтов, и вероятнее всего, сейчас, на данный момент, вы находитесь в, так скажем, в процессе. То есть, это именно, что процесс, определенное психологическое, ваше, скажем так, состояние, вот, определенный ваш способ жить, определенный ваш формат решения проблем, вот, который закрепился в вашей жизни еще, наверное, до встречи с вашим молодым человеком, вот. Ну, потому что для меня совершенно очевидно, хотя я могу ошибаться, конечно, что вы привыкли жить интеллектом, вы живете интеллектом, вы, ну, очень мощно это проявляете, например, в том, когда спрашиваете у своего молодого человека, почему, вот почему там, ну, почему то-то, почему то-то, да. То есть, важно, понимаете, что вопрос, почему не столь важен. Не важна причина, важно немножко другое. Важен процесс, важно то, как вы сами себя в этом процессе чувствуете, и как чувствует себя мужчина, ну, ваш молодой человек. И, 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 что вы делаете с вашими чувствами. Вот, что, что важно. Поэтому, ну, вот, надеюсь, что, отвечая на ваш такой вопрос, связанный с тем, почему он себя ведет таким образом, я надеюсь, что у меня получилось донести на вас такую, ну, на мой взгляд, несложную мысль о том, что вы движетесь немножко не туда. А вот, куда вы движетесь, сейчас мы с вами постараемся разобраться, куда вы движетесь, и куда вам, может быть, стоило бы посмотреть для того, чтобы несколько изменить, так сказать, то, что у вас сейчас происходит. Первое, с чего я хотел бы начать, это с того, что, вот вы пишете, с чем нужно работать, чтобы слова не задевали и не вызывали желание доказывать. Здесь я бы не сказал, что нужно прямо работать, я бы сказал, что измениться в отношениях значит стать другой в отношениях. Но стать другой в отношениях, не став другой глобально, невозможно. Поэтому вам можно и нужно смотреть в сторону того, чтобы меняться, если вы хотите измениться, глобально. меняться. И это значит обратить ваше внимание на другие сферы вашей жизни. Ну, например, на свои системы ценностей, допустим. Например, на ваши интересы. Ну, в смысле, что вам интересно, что вам нравится, что вас привлекает, увлекает, вызывает у вас вдохновение, вот. Живой интерес, любопытство, удивление, вот. Ну, то есть, вот такие эмоции. Насколько вы интересуетесь своей жизнью и жизнью других людей. Вот, когда вы сказали, сказали, что, ну, что определённые слова вызывают у вас желание показывать, что вы хорошие. Я бы сказал, что, в том числе, здесь сложность в том, что вы не чувствуете себя ценной сами по себе. А это очень важно. Чувствовать себя ценной сами по себе. Видите, чувствовать себя ценной только с кем-то. И я полагаю, что вы выбираете себе такого, ну, такого, может быть, партнёра, который бы вас оценивал. Вот. Оценка, любая оценка, всегда стремится к тому, чтобы быть негативной. Вот. Ну, к сожалению. Вот. И это подтверждает вашу позицию о себе самой. А как получается так, что вы обесцениваете себя или делаете себя ценной только... если достигнете, добьётесь каких-то условий, это вопрос. Но отсюда, от этого идёт не интерес к собственной жизни, а интерес к тому, чтобы доказать другим людям, что есть играть по их правилам. А это значит проиграть. Таким образом, любая, как мне кажется, попытка решать проблему ваших отношений вне контекста, в глобальности вашей жизни будет обращена на провал, потому что будут проигнорированы важнейшие привычки, выборы и решения. Это не одно и то же, которое вы совершаете. Следующий важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Вы пишите, значит, общаемся с молодым человеком четыре с половиной месяца, иногда бывает конфликт. Лидия, по поводу чего строит ваше сообщение, понимаете? Разрешите мне предположить, что, коль на данном этапе молодой человек говорит вам то, что говорит, Я предполагаю, что ваше общение, как бы это сказать, несколько узко, несколько, ну давайте назовем это так, несколько гендерное, что ли. Что такое гендерное общение? Гендерное общение это общение, когда люди общаются в основном как представители, своего пол, то есть они общаются как мужчины и женского. Мужского и женского в таком общении, ну максимальное, скажем так, количество. Тут довольно мало, например, личного, тут довольно мало, например, какого-то творческого интереса. Тут довольно мало выборов, тут больше, наверное, я бы сказал, больше решений. К сожалению моему. И это, конечно, негативно сказывается на, ну на вас в частности и так далее. Хотя, безусловно, вариантов, ну вариантов бывают разные и иногда гендерное общение вполне уместно, но необходимо, на мой взгляд, быть готовым, готовым к определенным трансформациям этого. Люди, по крайней мере, в моем опыте к этому, в большинстве случаев оказывается не готовым. Вот, к сожалению. Итак, главный вопрос, который вам нужен, на мой взгляд, в себе здесь задача заключается в том, что между вами общего. Вот, между вами и мужчиной, что общего, вот вы общаетесь, вы общаетесь, на каких основаниях вы общаетесь? Вы общаетесь, вы общаетесь, что вас связывает, что вас объединяет? Это вот, мне кажется, довольно важный момент, потому что если вы общаетесь, как я думаю, на гендерном уровне и рассматриваете друг друга в качестве, ну такого, я бы сказал, довольно модного сейчас. Слово для отношений, вот, то в таком случае, я не удивлен, потому что у вас есть, собственно, те трудности, которые есть, потому что это очень узкое восприятие. В том числе и себя, ну, я имею ввиду, себя самой, да и другого человека тоже. Так же, ну да, бывает конфликтов. Смотрите, конфликтов, по моему мнению, по моему опыту, вот, конфликтов не бывает, если хотя бы один человек в этом конфликте не участвует. То да, конфликт не будет. Понимаете? Если человек в этом конфликте не участвует, то конфликта не будет. Понимаете? Невозможен конфликт без участия в нем обоих людей. Поэтому, то, что вам необходимо сделать, на мой взгляд, это обратить свое внимание на свой собственный вклад в конфликтную ситуацию. Причем это не обязательно, во-первых, то, что на поверхности, а во-вторых, не обязательно то, что происходило когда-то. Важно увидеть, что сейчас, на данный момент, вы вкладываете в этот самый конфликт. Ну, например, когда вы молчите, как вы говорите, и никак не реагируете на человека, и он начинает на вас, ну, может, ну, еще больше негативить, да, условно говоря. Ведь молчать можно по-разному, понимаете? А молчать можно совершенно по-разному, и то, как молчите вы, может быть еще хуже, чем если бы вы говорили бы. Поэтому, я думаю, что здесь очень важно поразмыслить над тем, вам, вот, как и как именно вы молчите. Это очень важный, как мне кажется, момент, момент, вот. Понимаете? Да? Что я хочу вам сказать. Дальше. В последнее время стал анализировать причины конфликта и результаты. Я думаю, что вы пытаетесь, на мой взгляд, рационализировать то, что с вами происходит. То есть, мне кажется, что анализ и результатив это прямая, ну, прямая дорога, значит, прямой путь к тому, чтобы обмануть себя. И, на мой взгляд, вы пытаетесь это сделать, вы пытаетесь, как мне кажется, себя обмануть. Хотя, я безусловно могу здесь ошибаться. Но, на мой взгляд, вы пытаетесь себя обмануть. То есть, никогда, никогда, никогда анализ не помогал решать проблемы людей, вот, в принципе. Никогда анализ не помогал как-то их, я имею ввиду, вот, анализ никогда не помогал улучшать отношения. Максимум, что он делает, это позволяет человеку силой воли изменить свое поведение. Но, как правило, как правило, как правило, это довольно быстро заканчивается. Вот, потому что это, ну, неестественно, не совсем естественно для силой человека. Вот, поэтому очень важно, чтобы вы этот момент для себя увидели. Вот. Дальше. Значит, так вот, были просто пустяковые запонимания, точнее, я бы сказал, что у человека напрочь отсутствует желание признавать, что у меня может быть собственное мнение по любому вопросу, которое может расходиться с его вопросом. Собственно. Вот, только не совсем здесь понятно, это пустяковые для вас или нет. Потому что, ну, вроде бы вы говорите, что это пустяковые, но при этом мне лично кажется, что когда сейчас человек не понимает тот факт, что у вас может быть свое мнение, мне кажется, это обеспеченно. Серьезно. 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 И, как-то здесь, на мой взгляд, противоречит. С другой стороны, с другой стороны. Важный момент заключается в том, как мне кажется, что вы, мне думается, выбрали такого человека, который не приемлет ваше мнение. И думается мне, что у этого есть твои причины. Думается мне, что у этого есть твои основания. По которым вы это сделал. Вот. Ну, конечно. 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 Я могу ошибаться. Вне всякого сомнения, я могу быть неправ. Но давайте на секундочку, давайте на секундочку, попробуем допустить это, что как-то такой человек, который не принимает ваше мнение, при том, что вроде бы вы свое мнение отстаиваете, оказался в вашей жизни. А как такое могло произойти? Как такой человек мог оказаться в вашей жизни? Да еще и на постоянной основе. Потому что вы продолжаете, по всей видимости, удерживать этого человека в своей жизни. Вот. Вы его не опускаете от себя, и вы не атакиваете его, при этом к вам он не прислушивает. Это очень меня беспокоит. Дальше. Так, у меня может быть свое мнение, как только я в этом диалоге даю волю монологу, то есть говорит только вот, ссора продолжается, с поисками не очередных декоративных черт, боток и прочих, но не имея за собой этих последствий, что при диалоге. Мне кажется, что если человек ведет монолог, это не ссора, это именно монолог. Ссора – это участие двоих людей. Поэтому я думаю, что здесь вы немножечко смешиваете эти вещи. Может быть они, как кажутся вам, одинаковыми, но, к сожалению, или к счастью, я тоже надеюсь, что больше к счастью. Вот это вещи все-таки разные. Это не одно и то же. Это разное. И если вы даете человеку волю сказать все, что он хочет сказать, то ссоры быть не может никак. Если только вы не начинаете участвовать, если вы не начинаете принимать участие и так далее. Дальше. Если я вступаю с ним в диалог и задаю конкретный вопрос, он говорит мне не нравится. Как ты себя ведете, а сразу же, что именно тебе не нравится. Вот вы уходите здесь в классическую рационализацию, на мой взгляд. На мой взгляд. Вот. Там все промыслы, промыслы. Но подобный вопрос всегда найдется, ну так скажем, контр-аргумент. То есть это найдется объяснение. Почему? Потому что ей не особо важно, эм, ну, насколько это соответствует действительность. Да и действительность-то по большому счету нет. Действительно, она у каждого человека своя. Вот у вашего мужчины она вот такая. А у вас она своя, и мне кажется, это, ну, нормально как минимум. Важно, что вы обращаете внимание на его действительность. И не обращаете внимание на свое. А ваша действительность, в которой живете вы, гораздо важнее, чем в действительности другого. Не потому что другой человек менее ценит. Потому что операцию можете только на свою, действительно. Не на действительность другого. Хотя, я думаю, вряд ли вы будете спорить с тем, что иногда опереться на действительно другого хочется. Думаю, что именно в том, что вы пытаетесь оперировать на действительно другого человека. Именно вот, ну, из-за вот такого, что вы опираетесь на действительно, пытаетесь оперировать, на действительно другого человека. Вам так сложно, и это, на мой взгляд, та причина, в какой-то степени итоговая, которая сподвигла вас обратиться к нам за помощью, потому что в своем, как мне думается, стремлении опереться на другого вы потерпели неудачу. А что делать теперь? Вы не знаете. И вам тревожны, может быть страшны, может быть болезненны. Дальше. Так, он ухмеляется, когда я спрашиваю его, посылает, ворвет фразу, а что тебе самой непонятной? Да? Это манипулятивная фраза, как вы, наверное, догадываетесь. Вы знаете, что это манипуляция. Вы знаете, что это такое вот, по факту, это такой перенос ответственности. Я уверен, что вы об этом всем в курсе, но вас это задевает. Вас это задевает, потому что те сомнения в себе, которые были у вас до этого, когда вам хотелось опереться на человека, в какой-то степени сейчас усиливаются. Точнее, молодой человек их усиливает. Дальше. Ты не заслужила хорошего отношения к себе. Дальше. Хотелось бы сказать, что это мужчина такой. Ну, все у него служи. Вот хотелось бы, так сказать, сказать. Но только, к сожалению, не совсем это будет правдой. Может быть, у мужчины есть такая ценность. Может быть, у него такие ценности, да? Но, первое. Первое. Этот мужчина находится в вашей жизни, и он до сих пор в ней. А второе. Скорее всего, хотя это не точно, но, скорее всего, человек опрощает вам то, что вы сами к себе чувствуете. Вы же пытаетесь доказать, что вы хорош, хорошо. Ну. Вот. И человек это чувствует. И, соответственно, говорит вам, что нет. Ты пытаешься доказать, что ты хороший. А я тебе не даю. Я тебе не даю. Я тебе не позволю доказать, что ты хороший. Потому что ты нехороший. Потому что я не хочу, чтобы ты была хорошей. Потому что если ты станешь хорошей, если ты будешь хорошей, то тогда я буду плохим. И самое неприятное здесь, наверное, в том, что вы где-то внутренне в такой позиции соглашаетесь. У меня есть большие сомнения относительно того, насколько вы готовы принять эту позицию сейчас. У меня есть большие сомнения относительно этого. Но я думаю, что в том глубине души с такой точки зрения вы согласны. Согласны с тем, что, ну, вообще-то, хорошего отношения вы не заслуживаете. Хотя, уверен, что если раз вот так вот спросите, да, то вы сказали, конечно, я и с моим мнением должны считаться, и вообще я классная, классная и так далее. Я вам верю, что вы классная, я вам верю. Но проблема в том, что в отношении вы выглядите очевидно совершенно по-другому. Дальше. Так, значит, в последнее время я стал на подобные шантажи отвечать, эээ... Так. На подобные шантажи этого отвечают своим шантажам. Видите, ну, вы их занимаетесь тем, что принято называть эскалацией конфликтов. То есть, вы просто, эээ... Как бы так... Вы просто повышает ставки в конфликт. Опять же, я не знаю... Я не знаю... Я не знаю... Я не знаю... Ни одной... Эээ... Фитуации... Когда бы помещение ставок в конфликте, ну, как-то вот решало бы его, этот там конфликт, я такого не знаю. Поэтому то, что делать, это, ну, я бы сказал, реакция человека, который, ну, вообще, может быть, не совсем понимает, что он чувствует. Это реакция человека, который не совсем отдаёт себе отчёт в том, что он ощущает здесь сейчас. Вот. Отсюда соответственно и шандаш. Вот. К сожалению. Дальше. Так. Я, мол, не буду с тобой работать, это невозможно взаимодействовать. Ну, вот вы пишите, что вы работаете, опять же, не очень понятно. Да? То есть, общение у вас обычное, или общение у вас романтическое, или отношение у вас по работе. Здесь непонятно. То есть, если у вас, если у вас отношение чисто рабочее, то, как бы, ну, на мой взгляд, не совсем понятно, когда же вы успели перейти вот на этот совсем нерабочий, как бы, ну, формат, да? Как бы. То есть, вот, когда-то же это произошло, что вы перешли на такой, ну, нерабочий формат. Ну, получается, что это произошло как-то вот, ну, это произошло как-то вне вашего желания, или вот, как-то так. На мой взгляд, на это бы крайне важно обратить ваше внимание, потому что, ну, потому что это определяющая, это, ну, система определяющая история. Ну, вот, если вы понимаете, то я говорю, конечно. Ну, я надеюсь, я надеюсь, что вы понимаете. Дальше. Дальше. Идем. А, Феллюш. О, так, последнее время, так, эээ, так, эээ, так, эээ, после двух сочек, пожалуйста, мне это очень сильно неинтересно. Интересно отличать шантажем на шантаж. Получается. Я не вижу проблем, как следствие, причины дороги, если у нас есть разные мнения по одному вопросу. Ну, я думаю, что вам нужно учиться слышать другого человека. Не себя, а другого человека нужно слышать. Если человек ругается, значит, для него, для него проблемы есть. Если человек ругается, значит, для него конфликт существует. Если человек ругается, значит, ему важно то, о чем он говорит. Да, может быть, он говорит об этом, ну, неумело. Может быть, он выращается в свои мысли и свои чувства принципиально деструктивны. Вот. Скорее всего, с этим даже, даже спорить не нужно. Это правда. Но. 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 Сейчас вы, как мне кажется, обесцениваете значимость своего партнера. Неважно, что там романтических партнер у вас или бизнес-партнер, как бы то, о чем вы говорите, так как вы это говорите, очень похоже на обесценивание. К сожалению. Дальше. У меня эти истерики забирают кучу сил нервов здоровья в целом, потому что, да, цепляют как-то крючок, и я переживаю. А вот это предмет для терапии терапии. Вот это предмет для терапии. Разобраться в том, что именно вас цепляет, разобраться в том, из-за чего вы конкретно переживаете. Вот. Разобраться в том, что именно вас цепляет, потому что вот здесь, в этом моменте, где вас цепляет, это цепляет, цепляет. Вы, скорее всего, себя не знаете. Вы, скорее всего, избегаете определенного, ну, скажем так, негатива. Вы, скорее всего, избегаете определенных, ну, каких-то вот трудностей. Вот. Вы, скорее всего, бежите от боли. Вот. Бежите от, ну, например, от уязвимости от своей, потому что мне кажется, что вы пытаетесь, из-за всех сил пытаетесь быть сильным. Вот. Даже если это ведет к тому, что вам откровенно, ну, во время вам откровенно это улетит даже вверх. Вот. Поэтому здесь такая вот проблема. Дальше. Я чувствую, что меня таким приблизительным унижают. Ну, ты, ээээ, меня оставив вернее. Какой стать, когда ты должна быть вверх и убитать человека, что нельзя от меня отказываться? Ну, я думаю, человек не может, эээ, бывать мудрым человек, либо есть мудры, либо нет. Вот. То есть, либо человек мудрый, либо нет. Ну, мне кажется, что дело здесь не мудрости. Конечно, мне кажется, что, эээ, дело здесь несколько, несколько, вот, в, эээ, ну, в таких, эээ, других, ээээ, моментах. Дело в том, что, ну, что вы не очень, эээ, вот, понимаете, ээээ, что вам, что вам делать со своими, ээээ, переживаниями, ээээ, со своими, ээээ, чувствами, которые у вас, ээээ, вот, есть, да? Вот это, мне кажется, вы не знаете. И, как бы, естественно, эээ, что вам даётся, и, ну, вам даётся, эээ, с тру… с трудом, ээээ, там, задача, например, ээээ, по, эээээ... конфликта, например, потому что вам больно, потому что вам трудно, потому что вам тяжело, потому что вам неприятно, потому что вы как-то, вам как-то самой нужно решать еще свои проблемы, что-то со своими проблемами делать, а тут нужно реагировать на человека. Естественно, это тяжело, поэтому я вас здесь понимаю. Вы говорите, что меня таким поведением унижают. Я бы здесь, конечно, немножко поподробно бы поисследовал данный аспект, что значит меня унижают, да? То есть вот, если вы чувствуете, например, что вам нужно доказывать, ну, доказывать, что вы нужны, что вы хороши, что вы там достойны и так далее, то это в первую очередь ваша потребность. И причем, заметьте, вы стараетесь добиться этого у человека, который, ну, как мне кажется, не настроен на то, чтобы вас это признавать. Не потому что он плохой какой-то, потому что у него такая социальная жизнь, он по-другому не умеет. Дальше. Так, это начинает напоминаться на продаже, мол, я себя навязываю. Ну, вот ощущение, что вы себя навязываете, но в какой-то степени тоже, на мой взгляд, ну, на мой взгляд, оно довольно-довольно интересно. Почему интересно? Потому что, что происходит, когда вы чувствуете, что навязываете себя, вот что происходит в этот, ну, в этот момент, что происходит. Мне кажется, что очень важно посмотреть, как вы проживаете ощущение, что, грубо говоря, вы себя навязываете, вот. Мне кажется, что навязываете, вот оно само по себе навязывание, это история об обесценивании, о сомнении в важности, того, что вы пытаетесь, ну, того, что вы пытаетесь, ну, например, донести до человека. Вот мне так кажется. Мне так кажется. Я могу ошибаться, но мне так вот кажется. И, может быть, это вопрос к вам, а не сомневаетесь ли вы в том, что пытаетесь донести до человека. Так. Ну, так илиначе, навязывание, ну, чувство, что вы навязываетесь, мне кажется, испытываете вы. И раз вы это чувство испытываете, то вам, вам же, на мой взгляд, оно, оно нуждается в обработке, вот, в проработке. Вот. Это то, что мне кажется важным здесь сказать. Дальше. Я уже не один раз просил и увидит какого слова, никогда не подумал, что о таком нужно просить. А он не один раз говорит, что более так делать не будет. Ну, это бесполезно абсолютно, потому что очень неэффективно, как мне кажется, просить, ну, о чем-то вообще. То есть, по сути, это же получается, получается, ну, в какой-то степени получается директива. Что-то просто директива. На мой взгляд, директива, это немножечко, немножечко не то. Да? То есть, просить что-то не делать, это значит давать человеку, как мне кажется, запрет. Это запрет. Это запрет. Это запрет на то, что я делаю, потому что хочу. Я не очень понимаю, чего я хочу. Конечно. Я не понимаю, чего я хочу. Но я это делаю, потому что я это хочу. И вот то, что, как мне кажется, происходит с вами, то, что вы говорите. А теперь ты перестанешь, там, ну, словно говоря, хотеть. Вот теперь возьми и перестань хотеть. Ну, вы еще понимаете, что это немножко так вот не работает. Вот. Поэтому, мне кажется, в какой-то степени, что вы, ну, играете, мне кажется, в какой-то степени. Это игру такой. Дальше. Последняя ситуация подсуточила все суть. Он сначала не отвечая, он снова не отвечая на мои вопросы, встал и ушел. А по ночам мне надоели, это истерика, как сказать. И сказал, вот все, буду я тебя в своей жизни видеть не хочу. Я делаю. Залил заблокировал миллион раз. Напомнил, какая я неадекватная и истеричная. Человек пытается вас подчинить и за счет вас успокоить свою тревожность. Уважаемые специалисты, вопрос у меня для вас. Что быть человеком, который считает своей проблемой, отказывается от другого человека, который может быть близким, родным, любимым. Ну, близкими, любимыми и родными не работают. Близкий, любимый и родной – это тот человек, которым нельзя стать за четыре с половиной месяца. Если я вас правильно понял, сейчас я посмотрю. Да, четыре с половиной месяца. С близкими, родными, любимыми люди за такой промежуток времени не становятся особен в контексте работы. Не возможно. Понимаете? Это не возможно. Поэтому здесь, на мой взгляд, ну, в какой-то степени возможно происходит подмена понятий. Я честно скажу вам, что я не знаю. Ну, то есть, подмена понятий, чего происходит конкретно, да, и как, но тем не менее. Следующее. Следующее. На что нужно обратить внимание? Значит, почему человек так себя ведет? Именно почему он себя так ведет? Ответный вопрос. Почему он себя так ведет? Вам не дать ничего. От слова. От слова совсем. К сожалению. Ну, к сожалению или к счастью, я не знаю. Это зависит, наверное, ну, в большей степени от вас. Вот. Ничего вам это не даст. Потому что причина не помогает людям решать проблемы. Причина помогает людям отвлекаться от своих проблем. Да. Отвлекаться. Да. Поэтому первый ваш вопрос, он бесполезен. Очевидно, что человек унижает вас, возвышается над вам. Это очевидно. Очевидно, что он манипулирует вам. Очевидно, что он пытается вас подчинить. Для чего ваша мышца маскирует свои чувства? Может быть, он маскирует таким образом свои привязанности к вам. Может быть, таким образом он маскирует симпатию к вам и так далее. Разно другое. Видя, что человек не меняется, вы продолжаете с ним находиться в отношениях. Надеюсь, но то вероят, что он изменится. Этого не произойдет пока вы сами не измените свое уже собственное поведение. Понимаете, какая штука. Здесь вот все на мой взгляд довольно-таки просто. Дальше. Значит. Так. С чем мне нужно работать, чтобы слова из разряда мне надоели и эти истерики не задевали и не вызывали. Я не доказываю, что я хороший и все можно изменить. И вообще мне надо беречь себя. Так. Я вам отвечу. Достаточно просто. Работать нужно с чувствами и с осознаванием. Но самостоятельного сделать ты этого не сможешь. Потому что самостоятельный человек один на один всегда будет возвращаться на привычную колею своего мышления. Привычную. Безопасную. 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 Удобную. Только так. И никак иначе. По-другому. Чего человек просто не умеет. Не потому что он такой вот плохой. Не нужно думать, что люди плохие. Люди плохие. Они рады. Они рады. И вы такая какая вы сидите. И ваш молодой человек он тоже такой вот какой есть. Нехороший или плохой. Просто такой. И чтобы понять а где вот где же наши отношения. Да. Нужно увидеть себя в контакте. А у меня пока складывается такое довольно стойкое ощущение, что вы себя не замечаете. Ну вот во взаимодействии с мужчиной. Плюс еще есть сложность. Она отключается в том, что вы идите к обратной связи. Вот. Хотите цикотеть к тому, чтобы вас одобрены. Чтобы вам ну как-то вот продемонстрировали, что вы нужны. Продемонстрировали, что вы ценны и так далее. Вот. Условно говоря, человек это чувствует. Вот. И манипулирует. Этим. Вот. И тем самым он пытается. Повторюсь. Пытается. Вас починить. Вот. И у него. Как вы можете видеть. Ну вот получается. Вот. Поэтому нужно учиться не избегать, я бы сказал, тех чувств, которые у вас появляются в этой ситуации. Вот. Я бы сказал, что вам нужно учиться взаимодействовать с этими чувствами, которые появляются в этой ситуации. Вот. И я бы сказал, адекватно эти чувства выражать. Адекватно их выражать человеку. Адекватно выражать их твоему партнеру. Это, на мой взгляд, достаточно важный момент. Но самостоятельно, самостоятельно вы сделать это сами. Скорее, скорее, скорее всего не сможете. Потому что у вас есть собственные ограничения. Которые не позволят вам это сделать. А вместо этого вернуть вас на привычное русло мышления. Кроме того, человек вы, судя по всему, интеллектуальный развитый. И это означает разовый интеллектуальный развитый. Это означает, что вы можете вполне себе уйти в объяснение. Но это так же никому еще не помогало. Вот. Ага. Вот то, что я хотел бы вам сказать. В целом, я, конечно, чувствую, ощущаю, что вам достаточно сложно, чтобы, на мой взгляд, открываться. Да. Достаточно тяжело бывает открываться в цифрах. И мы привыкли все-таки к немножко другому подходу. Вот. И поэтому, тем важнее, тем важнее для нас с вами. Научиться и себя лучше чувствовать и понимать. Вот. Тем важнее нам с вами научиться обращаться со своими эмоциями. Вот. И доносить их человеку. Вот. Да, это не исключает от того факта, что вам будет больно. Это не исключает от того факта, что, ну, что вам будет трудно. Что вам будет тяжело. Вот. Это не исключает от того факта, что вам будет неприятно. Но, по крайней мере, по крайней мере, вы будете там проживать. И получая здоровую, живую, обратную связь на то, что вы чувствуете на самом деле. Вот. У вас будет повышаться уровень понимания себя, осознавания себя. Вот. И ваша самооценка будет власти. Таким образом. У нее на самом деле выбор. Другого пространства не будет. Вот. Но этот процесс, повторюсь, на мой скромный, на мой скромный взгляд, у вас достаточно сильно развито сопротивление. Поэтому это займешь какое-то время. Вот. Я бы рекомендовал психотерапию. Да. Вот. И последовательное движение вот в этом, ну, в этом направлении. Вот. Которое я озвучил. Естественно, конечно, только если вы сами этого хотите. Ну, то есть, если у вас есть задача именно поменяться. Вот. Вы готовы инвестировать в это время, вот, в свои ресурсы, вот, усилия, вот, финансы в том числе. То вам нужно выбрать себе психолога и начать с ним работать. Договориться о, так сказать, расстырках, да и работать. Начать работать с ним. Вот это, мне кажется, лучшее, что вы можете сделать для себя. В этом все. Я надеюсь, что папа помог вам. Надеюсь, что мой ответ даст вам почву в пищу для размышлений. Вот. На основании которых у вас будет сформирована обратная связь. Вот. И она обратная связь подходит началом для психотерапии. Вот. Я вам в свою очередь хочу пожелать удачи. Ну, принять, там, наилучшего решения. Вот. Ну, для вас вот, чтобы было такое решение, которое лучше всего бы обращало ваше желание. Вот. И желаю вам найти хорошего терапевта, который мог бы оказать вам, ну, такую, действительную помощь, реальную помощь. Вот. Удачи вам!